Всем привет! Меня зовут Валерия Нестерова и мой канал посвящен парфюмерии и миру ароматов. В этом видео я хочу затронуть тему трендов, о том, что сейчас модно и в тренде в мире парфюмерии. Потому что этот рынок, парфюмерия, он очень быстро меняется. И если за ним не следить, то можно упустить вообще очень огромную часть из своей жизни. Итак, о трендах. Первый момент это то, что современная парфюмерия очень сильно меняется. И меняется в сторону облегчения ароматов. Все ароматы становятся, то что новое появляется, они становятся, во-первых, очень невесомыми, очень тонкими. Как вуали тонкие по своему звучанию, по восприятию окружающими. Они, то есть если сравнивать с одеждой, то если раньше были вот корсеты, потом плотные платья, а сейчас это стали такие тонкие туники, тонкие вуали. Вот для парфюмерии это очень характерно. Второй момент это принцип построения ароматов. Он тоже немножечко трансформируется со временем. И мы видим, замечаем, как сначала были какие-то классические ароматы, масляные даже ароматы были, ну, с одного разных странах. А потом стала появляться селективная нишевая парфюмерия. И сейчас она становится все шире и шире, эта область. То есть селективная парфюмерия это, в принципе, то, что не построено по законам классики. Это ароматы, которые отличны от классических. В частности, в них больше современных веществ используется. В них много амбровых и мускусных молекул, что делает звучание аромата очень близким к коже. Это вот тенденция и отличие от классических ароматов парфюмерии. В принципе, все производители классики, Теор, Шанель, они также, конечно же, следят за трендами. И постепенно они облегчают, усовершенствуют свои рецептуры классических ароматов. Это все можно проследить за трансформациями. Как менялся Шанель номер 5. Как менялись ароматы Герлен, тот же Шалимар, как изменился. Но об этом я расскажу в других видео. Так, еще один момент, что характерно, что в тренде. Это я заметила, что есть две тенденции еще. Первое, это то, что приобретает популярность такие сладкие ароматы. Может быть, даже с фруктовыми нотками. Может, с нотками шоколада, с ванилью, с ореховыми нотками, с молочными нотками. Но при этом аромат должен быть таким легким и невесомым, как вуаль. И это действительно движение к теплоте, к сладкому звучанию. Оно продиктовано тем, что, может быть, в обществе не хватает этого тепла. И оно будет скомпенсировано через ароматы. И вторая тенденция, она сейчас неявно выражена. Но такие ароматы сейчас на парфюмерном рынке становятся все востребованием и востребованием парфюмерной формулы. И это тенденция к свежим ароматам, к ароматам свежих цветов, свежесрезанных, именно вот в женских ароматах. Для того, чтобы была влажная свежесть в ароматах. Капельки росы там, допустим, ощущались. И это, возможно, как крайность отхода, вот от сладости, от ванильных нот, да, что вот будет какое-то присущение. И потом вот появится волна вот этих вот свежих, влажных ароматов. Просто сейчас затребованы очень многие рецептуры с такими ароматами. Я так полагаю, что будут выходить, появляться уже такие парфюмы на рынке. Так, на этом все. Надеюсь, видео о тенденциях было интересным и полезным вам. И буду рада услышать ваши комментарии, обратную связь. И подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. До новых встреч. Пока-пока.